Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман. Это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 24 августа. И давайте начнем, как всегда, наш разбор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденции на укрепление продолжаются. Ближайшие цели по внутреннему движению находятся на отметках максимальных уровней, которые мы видели вчера. Это отметка 1.1824. И после преодоления уже данного уровня и закрепления за ним, открывается следующая цель укрепления на отметке 1.1889. Альтернативный сценарий будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 22 и 23 августа. Это отметка 1.1738. По паре британский фунт и американский доллар на текущий момент продолжается коррекционно нисходящее движение. Вчера мы видели обновление локальных минимумов. И сегодня уже пара торгуется вблизи минимальных значений отметки 1.2779. Если говорить о возобновлении покупок по данному активу, то здесь нам необходимо увидеть, по крайней мере, закрепление выше максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 1.2834. Тогда вновь по паре британский фунт и американский доллар мы вернемся к покупкам. А на текущий момент продажи остаются в приоритете уже в рамках краткосрочного и среднесрочного таймфрейма. Ближайшая цель для дня это закрепиться ниже минимальных значений области 1.2770. И далее уже открывается дорога на снижение в области 1.26 и 1.25. По паре австралийский доллар и американский доллар продолжаются также краткосрочные нисходящие движения. Сегодня с утра, но сейчас мы видим, что австралиец обновляет минимальные значения, которые были вчера. То есть подтверждая тенденцию нисходящую на текущий момент, возврат к покупкам будет актуален только после возвращения уже к максимальным значениям, которые мы видели вчера. И закрепление за отметкой 1.7917. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент находятся в восходящем движении. Вчера мы видели коррекцию уже с уровней открытия, но локальные минимумы, которые находятся в области 1.0866 обновлены пока не были. И на текущий момент тенденция в рамках уже краткосрочного таймфрейма остается на покупку по данному инструменту. Ближайшая цель по восходящему движению это закрепление за отметкой 1.0958 и далее уже открывается следующая цель в области 1.1090. Возврат уже к продажам будет актуален только после ухода ниже минимальной значения, которую мы видели в начале торговой недели. Это отметка 1.0862. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент также продолжают снижаться. Возврат уже к продажам также вновь подтверждение тенденции нисходящей. Для этого нам необходимо увидеть закрепление ниже отметки 1.2531. Это минимальные значения, которые были 23 и 22 августа. Сценарий на покупке будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были вчера. То есть выше отметки 1.2598. По паре еврофунт также продолжается восходящее движение. Сегодня с утра мы видим, что пока пара не может обновить максимальные значения, которые были вчера. Но тем не менее тенденция на укрепление вчера была довольно-таки активна. Прошли порядка 75 пунктов, что выше средневинной волатильности по данному инструменту. Поэтому покупки на текущий момент остаются в приоритете по данной паре. По крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1.9158. Это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. По золоту на текущий момент также остается в приоритете покупкам в рамках краткосрочного таймфрейма, которую мы рассматриваем. А ближайшая цель – это закрепление выше уже отметки 1.293 доллара за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были на этой неделе. Это отметка 1.281 доллар за тройскую унцию. Уход ниже и закрепление за этими уровнями уже возвращает нас к краткосрочным продажам по данному активу. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает укрепляться в рамках, опять же, краткосрочного таймфрейма. Возврат к продажам, а значит и движение в сторону уже старшего таймфрейма будет актуально в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера. Также 22 и 21 августа отметка 51.50. По индексу DAX на текущий момент мы видим попытки вернуться уже к продажам. Сегодня с утра пара пытается закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 12.154. Если в течение сегодняшней торговой сессии это удастся, то по индексу DAX вновь будут актуальны продажи в рамках уже часового таймфрейма с целями движения в область 11.900. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.